приветствую вас друзья сегодня у меня кондиции не очень хороши может быть для стрима не тут умудрился даже слегка заболеть но это все фигня потому что хочется порисовать чтобы совсем разувериться в себе а нет просто хочется порисовать одного рисовать неинтересно потому как я начал рисовать хотел нарисовать животных а нарисовал только задний план и это было долго а зачем вот где его где-то достаем все снаряжение да хватит отлынивать тынь-тынь какое положение вещей давайте там постепенно кто-нибудь соберется щать еще там не приходится друзья мои я думаю сейчас придете будет понятно будет кому мне рассказать не только самим собой переговариваться эй как то вообще случилось эти или ноль ладно неважно исходим из того что вы пришли есть вот такая вот очень информативная иллюстрация на которой все отвернулись на котором есть только кресло нужно сделать так чтобы коты смотрели на нас были довольны может быть немножко опустить что ли угол угол там что не знаю подумать я расставляю звуки были классные да так так и так и так я не дошел вообще вы знаете надо мне наверно интерта заводить шоу и так все не приходите и приходить а глупость это делаем вот есть иллюстрация надо сделать это лучше то есть нарисовать так чтобы коты смотрели на нас кое-какие рефы по этому поводу имеются поэтому этом тянуть все приступаем есть вот такие свои значит нарисовано пока абстрактно рисован вот такой твойт просто пустота какая и внятная я считаю оптимально будет дальше задний план например вот это кресло и что же я накидал еще там приблизительный line просто чтобы понимать вообще где коты будут на то как кресло отрисовано мы внимания сильно не обращаем потому что будет необходимость это все можно будет улучшить пока это приблизительное положение приблизительные цвета почему так ну потому что вот здесь например вообще все коты закрывают чуть рисовать то особо а это но если будет нужно интереснее сделаем интереснее вот такие коты потом под них соответственно под каждого свой слой под черного и под желтого под рыжего вот и все а сейчас самое смешное надо теперь рисовать начинать видимо потрепался а ведь придется рисовать ups ладно находим цвета планируем какие будут цвета ну да и к делу у меня чатик не отображается я сейчас буквально тут чуть-чуть по мелочи настрою так то пожалуй будет лучше надеюсь приветствую всех тех кто решил сюда заглянуть и все таки а приступаем хватит тянуть черный цвет берем приблизительно немножко черного какого-то немножко коричневатого нужно боясь под это потому что до этого я вдруг решил взяться за все это мероприятие никакой базы не положил у меня получилось вообще чисто практически line такой невесомый вместо того что мне было нужно поэтому постараюсь сейчас учесть эти все ошибки которые были раньше но насколько это возможно конечно возможно ли это кто знает у черного кота особенность какая он как бы немножко так выцвел что ли а это почему она такая это мордочка на вот поэтому но я пока положу черный приблизительно надо будет понимать сейчас окей на эти свои безумные смотреть никому не интересно убираем их отсюда подальше и вперед здесь там прям банально там все укрываем нафиг нечего мелочиться нос у кота тоже черный глаза вот можно не зарисовывать я над этим не думал но глаза то наверное под глаза подложка должна быть белая вот здесь черная а там дальше белая это наверное можно потом будет убрать ничего страшного вот так идейно на рыжего нарисуем больше чем он есть чтобы можно было если что как-то их перемещать варьировать положение берем рыжего рыжего рисуем не поверю сам себе рыжим я так понимаю что целесообразнее брать цвет темный и потом его закрывать уже светлым прямо противоположно обычной схеме рисования то есть если в реале мы не можем чаще всего если это не масло какое-то лютое укрыть темное светлым то здесь вот гулять душа можно спокойно делать как угодно вот так что рыжий да а чё бы и не рыжий единственно грудка вот здесь будет белая вот этими вот превосходными стрихами которые вообще непонятно что символизируют на самом деле я означал что здесь будет грудка вот значит это рыжая тоже ну белый потом положим в принципе это рыжая это рыжая сейчас короче положим белый я ничего не понимаю к вам не зимится так ммм 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 здесь тоже рыжая мордочка здесь уже будет белая здесь рыжая здесь рыжая глаза потом лучшим нос тоже по сути своей наверное такой носик будет рыжий листок у него пятнышки есть рыжие вот ну этого достаточно то есть где-ка где исходим наоборот из базового цвета цвета где-то из темного здесь белая че мелочиться то потом все а реле спасибо спасибо большое у меня это будет текст нормальный сделать по всем канонам мне надо это зачитать ай эй но зенит эм благодарю эй ну вы подписываетесь все таки спасибо спасибо за тонат большой я ну щас я ну эй так у меня да два часа нужно мне два часа нужно котиков нарисовать у второй часа где-то я в шесть заканчиваю можно тогда будет в принципе ворваться погнали в зенит погнали в зенит да хорошо хорошо а а да да спасибо вот так вот так вот сделаем потому что просто нужно котов ну так есть тема котов отрисовать так коты будут здесь белые наверное уши все таки у них ну вот тогда пойдем уже я просто сейчас немножко перформанс утратил что-то слегка переболел я думаю по голосу заметно что все чуть переменилось вот поэтому как бы такое зенит чуть тяжелее поэтому без видимой необходимости не тащусь хорошо схожу помогу пробежимся разнообразие тоже надо вот а так в принципе и здесь вот там глаза точно надо я считаю что под глаза база навсегда а он ворует цвета да да ворует цвета да я ворует цвета вот black включаемся на black и здесь соответственно нужно глаза белые сделать так что да все понял принял сейчас разберемся с этим и можно будет разнообразить чуть деятельность такой вот даже тот свой тот свой ну вот и мне так не годится здесь все таки надо чуть приличнее это тоже все весьма условно тем более если подумать как бы радужка то она ярким должна быть ммм я должна быть яркая радужка соответственно под нее база белая или какое то яркое ну а что по сути своей вот если мы говорим о традиционном рисовании то мне кажется что ничего ярче чем белый цвет в основном не существует то есть мы конечно можем варьировать кстати интересно вот у меня на мониторе цвет которым я работаю он максимально максимально черный а я смотрю на трансляции на трансляции он такой коричневатый ну вот я скорее стремился к такому коричневатому какой на трансляции но почему то на моем мониторе он отражается хуже сложно сказать с другой стороны как вы его видите может быть на мониторе он так на трансляции он еще как-то и все мы в плену условностей соответственно поскольку радужка яркая должна быть то мы под радужку вкладываем белый цвет но вся та шерсть которая будет окружать чего что такое маленькое стало а как это поменялось вдруг не менял не трогал ничего не делал да ну вас нафиг как это произошло ладно короче идея вот такая наверное остальное все уже будут детали когда я вот это успел мазнуть непонятно проклятие я прекращаю это делать вот и шерсть черная вокруг глаз поэтому тоже чисто вот под радужку под зрачок блики там будут еще тоже пусть будет база левая левая и где он где он где он я конечно еще где она находится лев какие сейчас подниму посмотрю на них внимательно и и начинаем вот здесь конечно вот это было самое вот страшное для меня я понимал что это случится и сделать с этим ничего нельзя это 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 белый да черного кота нарисовать невозможно это просто непостижимая вещь как нарисовать черного кота у него же мордочка вся черная как нос то нарисовать нормально нет а это боль ну сейчас будем пытаться шестисотым конечно размером кисти вряд ли а так первое блик делаем второе значит ну чтобы вообще не дай бог на желтого не забегать я его знаком отмечу не опасно это ничего как раз просто чтобы я понимал что я на этом слое именно работаю иначе потом нарисую черт знает где то есть все что не то мы перекрываем тогда у нас получится раз заходишь на нежелательный слой видя что ты глуп убегаешь обратно так вот начинаем с черного рыжего потом нарисуем че-че-че-че-че-че наверно хотя бы так приблизительно продвинуть идею вот этот уголочек сейчас превращаем в белое ну и поехали 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 все там получится у нас не такие уж мы слабаки пока что люди мне еще достаточно не даются то есть так то практики мало еще с людьми поэтому давайте пока котов и возможные источники нам подсказывают что тренироваться надо на кошках поэтому кошки были получены и вот мы это делаем вот значит так здесь вот немножко такое будет чуть пушистое ну и постепенно постепенно наращиваем белесые простите я как-то захват всего не могу организовать наверное это не то чтобы очень сложно но это важно реально поэтому кисти я здесь подбираю что без вас но я думаю что ничего так это что-то такое вообще но я уже так для себя сориентировался в принципе вот есть универсальная хэ то есть можно тут раз быстренько причесать все чупчик-чупчик кучерявый и все по большому счету наверное да ну что-то мне кажется кажется что это во-первых не интересно да и не факт что это сработает так как я хочу здесь в принципе да да давайте попробуем вот это вот единственная особенность вот если мы например так начинаем атаковать она чуть-чуть скривляется теоретически наверное должно работать крита предлагает простой подход к этому делу хочешь рисовать волосы вот те кисть которая рисует волосы и не выпендривайся просто кисть рисующие волосы что кстати интересно точно такую же можно выбрать для аэрографа то есть у этой просто какая-то специфика заложена уже того как она будет функционировать тут так сохраняется все там у нас давайте попробуем если что если мне потом категорически не понравится когда мы нарисуемся я посмотрю и пойму что это все хлам то просто перерисую вот вот здесь уже там забегает она куда-то сейчас ммм ммм я чатик поставил сейчас будет много кланж взаимодействие с клавишей много поставил чат там где я рисую вообще в принципе в таком положении наверное чат на рабочей поверхности это не очень хорошо но я все хочу смотреть тем что вы пишете что фидбэк какой-то был так и что здесь есть еще ну типа все очень просто вот мы кладем шерсть потом просто я вы же уже поняли что все просто да следующий стейдж будет поверх вот этой вот серой фигни наоборот положить уже отдельно ворсины более редкие поменьше они то что будут будет конечно очень редкие какие-то другие хотя обратите внимание как вот кист она вот это вот есть малое давление вообще которое ничего не делает есть большое то есть в зависимости от давления она отличается например от аэрографа который просто рисует и все здесь вот это вот вариативность ну как бы движок активирован уже кисти как вот для властика это сделано я честно говоря вот к этому вот я не привык мне как-то удобнее я выбрал размер этим размером я рисую и все потому что ну сложно так здесь форма и цвет суть содержания так здесь пока вот да хоть и ну 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 сейчас посмотрим здесь где-то было такое что я хотел как раз использовать какая кисть ничего так нормальная работавшая пробы были уже проведены и я сориентировался что вообще меня интересует здесь чем удобно рисовать но все равно в итоге забываешь то есть есть пиксельный движок кисти они не совсем плоские не такие как карандаш крита вообще конечно прикольная так ну вот то есть закладываем уже какие-то цвета вот это вот и понятно сейчас здесь как я уже сказал код смешно сказать его цветает поэтому у него где-то черный стал рыжеватым коричневатым вот таким вот цветом для как раз характера такого эффекта явно узнавание чувствовали это самое то кстати к делу об этом что-то у нас получается бейс здесь ух да что-то как-то в чем суть белый да сейчас делаем еще под это все отдельный слой пока вообще не будет активирования как отдельный слой закладываем под глаза то чтобы их можно было отрисовать чуть больше там условный какой-нибудь не знаю какой цвет ну желто-зеленый у них у всех у рыжий точно зеленый у черный глаза кажется немножко рыжеватые вот сейчас посмотрим что-то было по моему подготовлено для этого или они зеленые все-таки совсем наоборот всегда люминесценция есть поэтому определить честно говоря какой по цвету глаза достаточно трудно с другой стороны люминесценция больше всего отражается наверное на черной области ну в смысле оборот на зрачке потому что там отражение эффект эффект не так и ну ладно берем здесь вот обычный размер и банальщина пошла это вот убираем здесь рисуем глаза цвет-то какой цвет-то какой цвет достаточно сложно подобрать таким чтобы он был именно кошачьим должен быть желтый но чуть в меру хотя если что я так понимаю что мы же можем потом эффекты подложить под это все дело короче исходим из того что черная кошка имеет немножко рыжеватые глаза нафиг это все конечно тут не нужно особенно но глаза глаза собственно и он даже какая-то но с другой стороны уже надо заранее подложить это чтобы потом об этом не забыть берем черный выжить видите инвентарь мой да вполне отчетливо вот весь мой подбор цветов странный берем немножко зеленый не знаю как там это предполагается но так здесь кстати не знаю получится не получится раз она на нас смотрит это должны быть наверное достаточно внимательные глаза вот то есть черного как такового не существует мы считаем вообще зачем я так это делаю можно было конечно сделать ярче сейчас смотрите вообще практически не сбросить будет все это и делайте так это не целесообразно это не целесообразно и вообще цвет оказался недостаточно темный так и так и и все чем еще надо то все вот глаза готовы то есть по идее это глаз значительно больше просто тоже вариант конечно но нет просто мы его отрисовываем только в том объеме сейчас мне нравится надо запас иметь в том количестве сколько его у нас есть и к слову помните не пользуйтесь выделением для стирания получается вот это вот что получается какой-то непонятный орел ну посмотрите скептицизм какой во взгляде вот это конечно крупноват получился глаз либо глаз мельче нужно сделать ну так чисто я для самоуспокоения чтоб у меня был свой так то конечно пока что его даже не видно ну 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 а что что тебе надо да окей вот дальше смотрим детали детали дьявол кроется в деталях вся суть в деталях то есть мы делаем общее дальше мы делаем частное и у нас становится это похоже уже на наш целевой объект воруем цвета так так надо будет еще подумать что целесообразнее будет сделать положить глаза под этот слои и сделать вырезку или же так берем срочно кисть и тянем время времени немного грядут большие дела ммм хм 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 Кажется, я начинаю понимать, почему надо лайн нормально делать, а не такой. Я пока еще не привык. Я пока считаю, что все приблизительно. А нафиг мне эти детали нужны. Я потом сам все нарисую. Ну, нарисуешь. Ну, молодец. Здесь у тебя есть возможность этим не заниматься. Так, что-то с движком как-то странно. Basic, Weighted, Stabilized. Нет, подожди, подожди. Это уж совсем не то, что меня интересовало. Они всегда суммировались? Сглаживание. Так было, да? В таком случае это мне не подходит. В таком случае мне нужен какой-то более занятный цвет. Либо же более занятный вариант исполнения. Вот так. Прямо уж окружность к окружности-то не прибавляло. Это пошло. Когда, например, мы хотим отрисовать несколько бликов, это будет идеально. Можно запомнить даже. Но в ином случае... Нет. Увольте. Зачем мне это надо? Так что попробую-ка внести цифровое рисование, взгляды обычного начинающего, более того, художника. Ну и усовершенствовать, конечно, все-таки свои взгляды, однако же. Здесь вот такой вот... Как бы хрящик этот, он разделяется чуть-чуть. То есть вот здесь такая вот должна быть форма. Немножко так, подкручивание. То есть вот здесь вот оно заканчивается. Вот для того, что даже... Мы же все знаем, как работает движок и кисти. Чем меньше размер кисти, тем жестче линия. Даже здесь линию прочертим сразу. Линия, кстати, не видно, потому что она под вайном скрылась. Но линия есть. Не сомневайтесь. Она есть. Но она существует. Она существует. Потому что я мыслю. Так. Это первое. Дальше. Находим среди этого всего ультра-черный. И от него вычитаем немножко. Так, либо у меня в комнате блики какие-то набегают, либо... Да, по-моему, солнце сейчас буквально одно мгновение, а то... Что это вообще? Цвета совсем не те. Так, ну что же. Все вернулось, да? Надеюсь. Где перо? Мы делаем, мы делаем. Ну вот. Я вычитал. Немножко цвета. Почему? Потому что это все-таки не... Черный должен быть. Какой-то сероватый. Это как раз нам позволит из общей... А? Нормально? Что-то не более-то светлым. Из общей массы черного вычленить вот это вот тоже. Немногое, что у нас есть. Кстати, неубедительно. Где вообще я отчет что-то выделил? Или нет? Нет, нормально. Просто так показывает, что не цепляет. Вот это вот. Потом там быстренько сюда перемещаемся. Сильно ничего не задеваем, кажется. Значит, перемещаемся, конечно. Вот если что, всегда это можно темнее сделать, светлее. Ну, какие-то уже базовые вещи будут. Вот. То есть, по сути, своей же. Ну, что там? Вот нос есть, да? Такой он, не такой. Можно еще подумать. Ну. Условно. Кота-то можно нарисовать вообще там в несколько движений. Там берешь какой-нибудь шар, рисуешь. Нет. Нифига. Черный кот это хорошо, а белый кот как вам? И зеленый кот. М? Зеленый кот. Рисуем верхнюю часть кота. Рисуем мордочку кота. Рисуем круглые уши. И главное, нарисовать у кота мордочку его. Да, то есть, что вот. Самая его основная часть всякого кота. Это будет вот это вот. Что такое. 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 Носик ему. Рисуем. Может получиться, конечно, собака в случае чего. Ну вот. Ну, в принципе, вот это вот нарисуем. Здесь, соответственно, еще. И все. То же самое мы и здесь повторяем в самых простых вещах. Главное создать те детали, которые мы можем создать. Потому что когда вот такое вот все темное, что делать-то вообще? Сложно. Весьма сложно. Но вот где я там использовал вот этот, что ли, цвет? Этот цвет. Это же не стирание, нет? А? Наверное, этот. Короче, что я хочу. Черный как раз у нас есть. Но здесь вот сейчас как раз таки. Мы постараемся мордочку чуть-чуть окрасить. Вот это вот здесь такое, да? Увеличение. Но в помощь подтаскиваем, увеличиваем. Так, вот. Неплохо. Будет, если будет вот так вот. Вот черный есть, то есть ноздря уже сформировано. Вот здесь саму мордочку отрисуем. Ой, что-то я схватил. Что я там схватил-то? Кстати, думаю, ну, нет, сейчас не то чтобы. Я же пользуюсь только колесом прокрутки. Да. Я вот замещал, что многие используют пресеты размеров. То есть вот эти вот, где здесь набор сдачи, курс, они во временном. Так, 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 так. Текстуры. Текстуры. А что такое? А что, реально можно это текстурой рисовать, которую они здесь предлагают? Как это работает? А? Нет. Такое мне что-то не нравится. Да. Настройки на стриме это главная часть всякого стрима. С чем что-то стримить, если можно настраивать? Палитра, набор. Короче, я, наверное, не туда полез. Мне сейчас этим нужно заниматься. Я помню, просто пресет был где-то. Текстура, порядочное управление данными. Потому что это микшер цвета. журнал профилей. Непонятно. вот, да, вот этот quick setting докер. если вам если вы привыкли уже к определенному размеру, вот эти вот быстрые кисти берешь и все. Ну, мне как-то подстраивать удобнее. я не трачу на это много времени. А я собираю не трачу много времени чтобы открыть эту панель. так. Вот. Значит. Здесь вот коричневая. Почему? Кот ест. У него здесь шерстка короткая. Соответственно, она от воздействия всего и от трения, и от еды она цветает. Это то, что встречает окружающий мир раньше всего. Цвет. Цвет, наверное, уже нормальный. Может быть, даже вот для того, что сейчас где здесь размер. черный. Неубедительно. Бывает тебе чернее. В этом как раз и хитрость. Вот. Здесь вот прям самым простым образом прям вот четко проводим линии. дальше уже линии не проводим. линии не проводим. линии не проводим. линии не проводим. это длится уже час. Мы это делать будем до шести приблизительно. Есть вообще хоть какой-то прогресс-то, минут. Такое, да? Сейчас я открою еще, посмотрю, как мордочку можно бы сделать более... подумаем. А что там думать-то, да? Все просто. На нее же все-таки блики какие-то ложатся. сейчас, соответственно, за счет бликов, за счет светлых частей мы ее можем сформировать. то есть вообще вот вплоть до того, что взять вот этот вот серый, взять какой-нибудь вот такой размер. где там он размер-то. Вот. Вот это вот подрисовываем. вот это. Дальше там было ли, было ли, не было ли. Черное. Ну вот. Вот сюда вот. Ответственно, вот это нижнее. Нижнее, низ. Челюсть вниз идет, да? Кот-то еще какой. Понимаете, это же экзот. У него мордочки нету. Она очень плоская. Поэтому здесь еще вдвойне все это непредсказуемо. То есть просто вместо мордочки у кота плоскость. Ну, как я уже и говорил, хотите нарисовать кота, рисуйте вот вот эту центральную часть кота. Центр мордочки рисуйте, у вас получится код. Почему бы нет? Если вы нарисовали мордочку, значит, все, значит, это код. вот 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 Такой объем, конечно, кота огромный Для такого количества всего Что-то ничего не происходит уж очень Ну, что получается? Вот здесь вот эта вот вся шерсть То, на чем они обычно лежат Оно все будет вот шерстью Хотя, конечно, вот это вот чисто такое страховочное Можно без этого обойтись Либо же Сейчас посмотрим Либо же Быстренько выхватить там Немножко 90 градусов должно быть, наверное Вот что я хочу Я хочу здесь Стирать лучше ли будет Короче, просто вот это все Подтираем Но Немножко оставляем Ну, край потом можно будет доработать То есть, соответственно, мы можем и прибавлять И вычитать Как всегда, ничего нового в этом нету Вот, обратите внимание Видите, как бы уже такая челюсть у нас формируется Как раз вот именно часть мордочки Нормальная Вот Они же еще как лежат Да, когда Они какой-нибудь тут Сейчас подумаем Как сделать лучше Вот этим, наверное, все-таки Размер Черт, он ворует цвета Я думаю, вы уже понимаете Что это будет Чем это не будет Например, это не будет очень крупным Вот Вот это мы сейчас как раз Здесь Надействуем Так Вот это и Рыжие цвета, наверное Сейчас подумаем Есть Еще какие-то задачи Конечно же, есть Вот здесь То же самое нужно реализовать Это вот у нас Перспектива такая будет Сюда вот Перспектива Код удаляется Тем более, поскольку Код это По большей части Жидкость То он может принимать Вообще любую форму Вот Ну, здесь вот все-таки Мы, наверное Что это такое? А, да Это цвета все-таки Цвета Оно нормально, да Такое что-то уже Хотя бы это Не выглядело так уж Тривиально Совсем Непонятно чем Это было больше похоже На зверя Вот Здесь тоже чуть-чуть Можно Выпрыть Хотя С этим надо Как раз Поосторожнее Надеюсь Мы уже будем рисовать Нам здесь Особо-то Уничтожать Резона нет Ну так Чтобы Ощущение уже Создавалось Кошачье Кто-то считает Что Картина Должна быть На любом этапе В некоторой степени Завершенности Ну Конечно Если Есть риск Отдать концы Простите Это, наверное, да А так К чему-то не Оптимистичность В подходе Все еще впереди Все еще впереди И сейчас все хорошо И будет еще лучше Поэтому завершенность Это уж как получится Но в принципе Да Хочется уже Задерцать Некоторую готовность Вот Сейчас здесь Посмотрим Как Ну Что смотреть Да Смотреть Это особо Не на что Именно что Надо Прорисовывать Значит У них Четыре пальца Значит Три Вот этих Штучки Должны быть Между пальчиками Значит Они вот так Тремя будут Разделяться Вот И здесь Соответственно Тоже что-нибудь Такое Вот Лапка может быть Достаточно Маленькая Поэтому Поэтому У нее Может быть Прямо Таких Ярко Выраженных Вот этих Штук Не будет Но Надо подумать Еще Посмотреть Как будет Получаться Поприятнее И В зависимости От этого Уже Сделать Вот Кстати А что тут Да Можно заодно Немножко Оформить Конечно Если Деть Будет Вот этот Коричневатый Цвет Кожи Условной То Так Здесь Когаточек Их Когатки Видны Опять Таки В этих Местах Вероятнее Всего Шерсть Может Чуть Выцветать Вот Ну Так По себе Конечно Ну Нормально Потом Просто Нормально Все Да Снимаем Как Вот Эта Вот Пыль Сейчас Тихо Что называется Есть Над чем Подумать А сколько Вообще Подобно Все Действует Так Как Сделать Лапку Лапка Должна Быть Наверное Чуть Светлее Чем Вот Это То Здесь Будет Тень Вот Приблизительно По этому Лайну Чуть Выше Мы Постараемся Сделать Тень Тень Вот Этим Вот Вот Этим Вот И Вместе С тем Какое Такое Да Вполне Себе Теневое Угол Девяносто Ну Тут Наверное Не важно Какой угол Перо Вернись Работай Я верю В тебя Ты мне Поможешь Правда Вообще Надеюсь Сейчас Некоторые Аспекты Так Это Сюда Сейчас Сейчас Телек Что У вас Не очень Много Я бы Хотел Там Спросить Чуть Чуть По Тому Как Все Идет Ну Я надеюсь Что Нормально Как Со Звуком Музыка Слышно И Все Такое Меня Тут Особо Нету Поэтому Будем Надеяться Что Никакого Диана Не Случится Только Если Вдруг Вы поймете Что Я на самом Деле Девушка Я Прикидываюсь Да Кстати Реально Представьте Такой Фановый Момент Все Все же Предполагают Обычно Что Вот Девушка У нее Голос Ненастоящий Это Морф Какой Нибудь Еще Что Ну Вот Или Хуже Того Действительно Самое Большое Подозрение Что Это Парень Хотя Да Какая Беда В чем Проблема Вообще Ей Богу В чем Вообще Проблема Почему Так Не может Быть И что Личное Дело Каждого Впечатления От Того Каков Ты Как Оцениваешь Все Вот Представляете Так Прямо Сенсей С бородкой Длинной Седой Мудрый Такой Старец И Это Девушка Прикольно Так Здесь Вместо Вместо того Чтобы Смотреть На Кота Смотрю На себя Практически Я там Отражаюсь Весь Свет Там Отражается Проклятие Неудобно Честно говоря Несколько Это Все Но Вещи Такие Какие Они Есть Вот Здесь Черное Мы Делаем Да Дальше Опять Таки Как Сделать Нос Он Вообще Существовал Попробуем Сейчас Не поверите Подвести Глаза Это Будет Именно Так Да Кстати Сейчас Немножко Начинаю Видеть Уже Цвета Которые Я Использую До Этого Это Было Чисто На Ощупь Я Просто Знал Что Я Вот Здесь Рисую Значит Видимо Здесь Становится Темнее И Все Не Более Того Сейчас Кажется Я Начинаю Это Все Хоть Немножко Замечать Так Вот Здесь Темное Здесь Надо Чтобы Мордочка Была Можем Кстати Даже Сейчас Еще раз Вернуть Выбрал Выбрал Давай Давай Выбирай Тут Что Здесь Здесь Пока Тоже Надо Внимательно Конечно Она Так Вон Вырезает Прям Кругами Ну Это В принципе Можно Свести Потом А нет Растиркой Можно Еще Еще Чем Соединить Будет Хорошо Растирка Вообще Великая Вещь Как Она В пастели Хорошо Работает Так Уж Здесь Вообще Здесь Движок Хороший Укриты Причем Есть Влажная Растирка Такая Что Мне Честно Говорят Чуть Менее Понятно Есть Сухая Которая Конкретно Смешивает Там Все Понятно Наверное Влажная Тоже Хорошо Просто Она Не Делает Того Что Я От нее Ожидаю Того Что Должна Была Делать Растирка Именно Смешивать Цвета Которые Ты Захватываешь К слову Конечно Моя Разговорчивость Она Немножко На Производительность Влияет Потому Что Когда Ты Сконцентрирован Ты Не Можешь Говорить Ну И Соответственно Там Туда И Сюда То Если Ты Говоришь Ты Теряешь Концентрацию Поэтому Все Чуть Медленнее Вы Вась Мы Не Ставим Цель Прямо Вот Здесь Мнавине Ока Ока Мнавине Ока Рисовать Сразу Множество Котов Мы ставим цель Пообщаться Вы не поверите Да, я хочу с вами пообщаться Так что если вдруг вы решите сюда прийти Потом Сейчас уж ладно, нет Там же будут выходные Может быть Стремится и выходные завести Получится Уж не знаю, насколько я буду в состоянии это все делать Пока просто я Хочу Разбить свое одиночество Вот этим стримом Прежде чем Может быть я буду просто днем спать Чтобы организм остановился К грядущим Где вам уже подготовился Нормально, нормально Вот Здесь вот Прямо вот рыжий Прямо вот такой рыжий Я хочу здесь сделать Потому как Разные области По-разному выцветают В принципе-то ушки уже отрисованы Но на них не хватает Вот Серый Просто накинуть чуть-чуть цветов Чтобы было понятно Что вот это вот Такое Такая часть Это вот такая часть Здесь глаза Обводим Подводим Обводим Формируем Окологлазничную часть Потому что все-таки Они чуть-чуть По уровню Отличаются Вот Вот так вот Да Они по уровню Отличаются От Уточки Они же все-таки Внутри То есть Кота уже еще Они должны проверять Все Своим носиком Поэтому он По большей части Сильно выдается У рыжего кота Он будет Виден Здесь конечно С ним Условные Проблемы У этой кошечки Нос Вау Заметен Но это ерунда Ну вот Но вместе с тем Чтобы они не поранились Ну собственно Ведь и у человека Тоже по сути Это так все Получается Глаза Они Глубже посажены Чем все остальное Это раки Все там Осматривают Глазами На палочках А тут Нет У котов Есть для Осязания Вибрисы Усы На мордочке Глазами Осязать Они ничего не хотят Определенно Ха Ну вот Поэтому Соответственно Сейчас Какой у меня цвет выбран Вот это вот Я похитил Прямо Из этого Что ли Из кресла Цвета Я как-то Цвет кресла Не хочу использовать Нужен Какой вот Он должен быть Не красноватый Он должен быть Более Ржеватый Сюда вот Подкрутить Сейчас попробуем Пока пух Просто наносим Пух Потом Отдельные ворсины И все И в принципе Все будет уже готово Вот здесь Я думаю Что здесь Я клочок Хочу сделать Более светлый Вот здесь Соответственно Разделение И клочок Более темный Более темный Сейчас у меня здесь Есть Но я по поводу цветов Не хочу вас Нагружать Там есть Блендер Цветов Ну Все мы понимаем Я не использую Просто вот Теперь сейчас Чуть темнее цвет Берем там И все Это Ерунда Что там Об этом Какой Конкретно Цвет Вы будете Что именно Вот это Рисовать Ведь Нет же Вот Черный Цвет Черный Цвет Размер Сюда Вот Вот это Мы отделяем И дальше Вот здесь Вот тоже Я Раз я так Нарисовал Значит Я попробую Так же И поступить С этим То есть Вот здесь Вот Много Линий Это Значит Здесь Шерсть Здесь Квачки Шерсти Кстати Где там ОБС Звук Хоть Идет А то Я отбегал Я же Так У вас Код Конечно Значительно Светлее Чем У меня Что С этим Делать Я Не знаю Но Это Все Сопоставимые Числа Если Представлять Это В числовом Отношении Просто Вот Эта Область Светлее Чем Та Настолько То Каких Нибудь Единиц И Все По сути Своей Нам Не обязательно Уж Прям Четко В какой То Свет Попадать Если Конечно Такой Задачи Не стоит Если Не сказано Что Нужно Сделать Так Именно Так И Как Иначе Тогда Да Тогда Конечно Придется Вот Вот Здесь Тут Это Напыляем Ушко Черное Здесь Даже Вот Это Наверное Даже Много Получается И К слову Чтоб Сразу Уже Это Все Разжить Разделить Разделить Как-то Разделить Да Вот эти слова Чтобы это разделить Здесь сразу Отрисовываем Цветлую часть Чисто Даже Формально Вот здесь Будет Светлая Все Дикси Я Так Сказал Здесь Будет Светлая И И Все То есть По-видимому Даже Может быть Есть смысл Прямо Это на уровне Шерсти Уже Такой Он Нам Позволяет Интервал Поменьше Графический движок Который позволяет нам Рисовать Шерсть Реалистичную В то же время Там вот есть Это уменьшение Увеличение При нажатии Которое Я не люблю Повторяю Вновь До ныне Я этого не повторял Нет конечно Я повторял Это постоянно Да Вот Такое Желатое Что-то Сильно Даже Достаточно Ну Я сейчас Посмотрел Мне кажется Теперь вот Это серое Но все-таки Не должно быть Таким серым Каким оно Получилось У меня Оно Должно Разноображено Быть Рыжими Черными Пучками Так шерсти Получается У нее Несколько Ярусов И мы Отрисовываем Один слой Одной Той же кистью Причем буквально Один слой Второй слой Третий слой У нас получается Что-то такое Уже Похожее На Шерсть То есть Вот здесь Есть база Например Вплоть до того Что даже Просто вот такое Что-то набрать Кучу Но из нее Вот из этой вот Области Такой Запыленной Сейчас Чихание Вам это незачем слушать Так Вот из этой вот Уже потихоньку Там у нас Вырываются Такие 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 разные шерстины Ну вот мы можем Смотреть Вот здесь Раз У нас уже Как бы оно больше Похоже стало Чуть на шерсть Хотя конечно Шерсть Такая Немножко Графическая То есть Где-то шерсть На уровне Цветных Карандашей И хоть Растирка Кажется Немножко Пошлой Здесь Но Вообще-то Все так и есть Вот это Нет Вот это вот уже Лишнее было Движение Одно Пожалуй Я же то использую Да Я использую Вот это вот Как они там Это называют Blender Blur А это Blender Basic Ну вот Blur Как-то Лучше Ну вот То есть Здесь у нас Фон есть Фон Тон Все там Это есть Надо это все Укрыть Вот В таком виде Все выглядит Несколько пошло Напылил Тут что-то Непонятно Что Что это сделал Вообще Скажите Ну Basic Пошел уже Короче Все варианты Где Привлекается Графический Ну Пиксельный Движок Мне не нравится Я хочу Чтобы оно Увеличивалось Увеньшалось По мере Я этого не понимаю Как это Должно работать Если я Растиркой пользуюсь Я беру Растирку Определенного Калибра Один размер Все Если я ее Не вожму В лист Не вдавлю Испортив Объект Размер Не изменится Что Почему оно Должно Меняться Вообще Вот Вот эти Вот все Побольше 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 Разных Шерстин Где-то Серые Где-то Черные В принципе Конечно Вот здесь У нас Получается Что код Только вот Таким образом Представлен Да Если вдруг Какие-то Сомнения Вас начнут Мучить Сколько Все хорошо Получается Можно Всегда Под этот Свой Еще Положить Дополнительный Который Будет Там Условно А не Условно Не знаю Чем Чем Я вот Сделаю Ну Вот Этим Например Я Сделаю Ладно Который Вам Формально Будет Создавать Подложку Тоновую Вот Здесь Такое Оно Будет Погуще Тогда Другое Дело Что Вам Например Чем Чем Нибудь Разбить У нас Тогда Получится Масса Которая Разделена Но Такое Решение Не то Чтобы Нужно Не нужно То есть А зачем Если так Можно справиться Если мы можем Справиться Одним цветом Одним Своем Чем Бравить Много Своем Сразу Вот Серый Начасываем Начасываем Шерсть Здесь шерсть Достаточно Густая Просто Где-то Она Все-таки Где-то Она Будет Меньше Где-то Больше Но Все-таки Она Из Отдельных Кусочков Шерсти Состоит Из Отдельных Полокон Полотин Это Мы Вначале Отрисовываем Отдельные А Потом Где Вот У нас Корни Всего Нашего Бедула Мы Собрались Нам Просто Аккуратненько Все это Объединяем Моста Получается Такой Подшерсток Плотно Из которого Вырывается Уже Непосредственно Произрастает Шерсть В случае Чего Кстати Можно Даже Сильно Вот так Растирка Использовать Сюда Отгонять Так И Кстати Вот эта Кнопка Она Очень Важна Автосохранение Конечно Есть Да Но Охо Че-то Знаете Че там Получится Так Так Не надо Делать Ну То есть Вот Все Раз Два Все Можно Кучу Собрать Если Что В Реале Бо Я Сделал Так Я Бо Тогда Вот Это Соединил Все Но Здесь Есть Возможность И Соединить И Потом Еще Раз Пройтись Так Что-то Сейчас Либо Движок Устал Либо Мои Движения Недостаточно Хороши Я устал Так И Помните Мы рисуем Мы рисуем Мы рисуем Свет Свет Прям Даже Вот Немножко Рыжего Можно Запустить Он Будет Такой Слабый Достаточно Посмотрим Вот Так Смешные Получились Волосы Так И Будет Да Вот Значит Вайн Убираем Смотрим Да Страх Убирай Ушка Наверное Надо Сделать Все-таки Нормальной Формы Более Конкретной Опа Оранжевая Да Серга Да Я, кстати, понял, что вайн-то надо убрать Я тут что-то-то не вижу вообще, что происходит А, ну хотя, да Вернее Надо Мне оно нужно Я, вообще-то, рисую это ухо Надо его стирать Ну вот Такой вот Это я сейчас По монитору таскаю, поэтому Страшно Вот здесь я отрисовал Это Как бы сделать так, чтобы это было И шерстью И все-таки строгой линией Потому что две области Вот здесь вот строгих достаточно должно быть Просто почему я отрисовывал вначале Вот этот задний план Его можно было вообще сделать отдельно Например, да То есть, как бы Вот этот вот корпус Одно мордочкой Другое Но Мне кажется, что я потом бы это Не мог бы объединить Так, как мне хотелось бы То есть, например Растиркой было бы неудобно пользоваться Надо было бы четко уже зафиксировать Вот сейчас я соединяю свои И там вот это вот Все Так Вот Здесь переключаемся на На какой свой На какую кисть Вот на такую кисть мы переключимся, например Это кисть Которая будет нести Средняя непрозрачность Вот И Так, так Вот Вот так, короче, я хочу сейчас Так, строго сделать здесь Линию прямо Там посмотрим дальше Если что, ее всегда можно разделить На десяток других И все в этом роде Ничего страшного Да пока вот так Раз И здесь, соответственно Вон, черный я отниму здесь И здесь Зачем кота повернул Не поворачивай кота Непонятно, как растет тогда ухо И шерсти Я вот там вот ярко одел место Но что-то мне сейчас кажется, что Ухо маленькое получается Очень Я недоволен таким решением Вот так вот будет Это там остальное Все фигня Остальное там уже требует Отдельных Подов Подходов Вот это вот Смотрите Растирка как раз Она соединяет Так и все У нас получается Как бы соединение шерсти Единственное После вот этого Вот все равно Нужно отдельные Сделать Шерстины Это как Как в реале Так и Цифровой живопись Всегда все равно Нужно отдельные Шерстины делать Если вы хотите Шерсть там Или отдельные Какие-то Листья Ветки Вы сделали массу И дальше Вносите детали Так Какой цвет Черный ведь Черный Нормальный же цвет Черный Ничего не происходит Может быть кисть Выбрать нормальную Думаю что неплохой вариант Вот Вот так Вот так Таймер Трансляция идет Я постоянно Как только там Цифры меняются Глаза уводят туда Посмотреть Что случилось А ведь ничего не случилось Просто цифры перешли И все Почему-то Меня туда сразу же Позор выхватывает Да Так Что здесь Получается Здесь Общая У нас масса Так Здесь Не знаю даже Точно Ну Давайте Сделаем Вот так Здесь Рыжий цвет Будет Раз Рыжего Достаточно Сейчас Кто-то знает Что была нарисована Рысь Однажды Недавно Вот Видит Бог Сейчас опять Рысь Получится Внепланово Если вот так Вот Можно сделать То есть Например Там Если у вас Край Такой Что вы Не хотите Его Вы Вы Не хотите Его Вы Не хотите Этот Край Что Хотел Сказать Некоторые Концентрации Все-таки Процесс Требует И даже Честно Говоря Достаточно Большой Но я делаю вид Что все нормально Хотя Конечно Не всегда Удобно Вещать Ну Сделаем вид Что все нормально Так Поскольку у нас Есть два часа На это действие То Или даже Час сорок Может быть Это не закончится Конечно Прямо сегодня Что мне Не очень просто Все это Сидержи Делать А вы Сейчас заняты Потому как Выходные Грядут Еще Они еще До нас Не добрались Поэтому Мы вынуждены Пока Это черный Поэтому мы вынуждены Пока что Трудиться Да А это значит Что Уж явно Не смотреть Мои трансляции Поэтому я понимаю Что Как бы Я должен Добрать Поучше Время Тогда Мы с вами Обязательно Еще Встретимся Нет Пока Еще Ничего Не заканчивается Но Просто Я понимаю Что Куре Все это Будет Придется Прерваться Так Так, хорошо. Вот этот рыжий цвет. Что-то меня совсем смущает. Надо его исправлять. Это слишком. В общем, давайте корилу сейчас заменяем на сероватый. Потому что середина ушка белая-серая. Белая-белая-белая-серая, да, середина. Конечно, не голубая. А серый он такой, скорее, как белый. Сейчас. Вот такой вот. Что-то у нас по трансляции нормально все идет. Нормально. Вот и здесь тоже. Здравствуй. Вот пучки. Шерсти. Запускаем. Дальше. Цвета. Дальше. Добавляем немножко черного. Потому что все-таки шерсть черная здесь. И хоть из центра ухо белое идет, но также еще у него есть маленькая часть темных ворсин. Поскольку мы никуда не торопимся, то я так не стремлюсь уж прямо все тут же равномерно провести. Хотя, в принципе, это не совсем верно. То есть да, в идеале у вас не должно быть такого, что у вас одно ухо вот такое, там на котором более-менее шерсть какая-то, а другое вот вообще никакое. Хочется, что глаза включим. Че забавные, кстати, получились. Че там такое выплыло? А, ничего себе. Ты не зарисовал здесь еще? Ага. Смешные. Ну вот, то есть, кстати, по поводу... Здесь так не очень видно, но все-таки подложка... Нет, видно, вот на этом видно. Подложка белая. Посмотрите, как она яркость дает. А там, соответственно, нет, где нет белой. Давай сейчас немножко крил шеи и глаз. Ну. Я каноны нарушаю, чтобы это было чуть интереснее, что ли. То есть, по идее, конечно же, вначале ты рисуешь одно, но потом ты рисуешь другое и не надо отвлекаться. До новых встреч! То есть все нужно реализовывать последовательно. Вначале до определенной степени готовности отрисовали один фрагмент, потом другой, и так далее. Ну, мы так, чтобы было поинтереснее все же. Уже пытаемся делать готовность там, где ее нет. Поехали. пока просто базовые цвета конечно никаких претензий нету на реализм во всяком случае на эти цвета какие это полагается цвета полный спектр никаких бликов там ничего просто ну так вот вот жидкость вот это вообще непонятно что такое но мордочка уже намечается ладно глаза убрали хватит кого-то может смущать такое поэтому я глаза и нарисовал если скажут что такой кот страшный адский черный кот еще с белесыми глазами вот все есть глаза есть не бойтесь так ну все основные же каноны я соблю того что я планировал то для этого кота определенно соблю теперь нужно 2 ухо сделать и собственно говоря будем уже отдыхать сейчас 15 минут но это не speed paint может в 15 конечно так можно и не уложиться но я постараюсь нормально все сделать так интересно ну правильно она так действует ну поняли да то есть когда свой не включен что там было когда свой не включена но и позволяет мне обрисовать и про и че мэн не видишь что ты делаешь чего-то в решил нарисовать это правильно мне нравится такой подход мне нравится вполне так вот так есть здесь нет переключаемся на профиль волосистой кисти без посмотрим получится здесь цвет цвет будет черный потому как некоторые непрозрачность как раз нам позволит вот эти вот все вырывающиеся ворсинки яркие которые выдаются за пределы сделать яркими здесь рисуем прям сильно ярко мощно и потом немножко выбираем конечно не этой кистью но сколько я уже начал то я делаю ну так в принципе наверно так не надо делать что по форме почему такая форма острая как считаете потому что надо прям вот в лютом увеличении страшно ужасающим увеличение край чуть-чуть обработать как бы это лучше сделать давайте подумаем так я вообще например кисти не вижу этом шерстинами уже разобрался в принципе сейчас уже скоро на отдых отправимся потом посмотрим нет сегодня то наверное не будет уже стрима больше там можно конечно кое-какой стрим иной запустить но это мы подумаем еще так вот чуть-чуть жилости добавляем этому пространству и этой шерсти тоже не получалось так что шерсть вообще не прозрачна как раз именно идея в том только за счет того что мы видим немножко окружающие объекты у нас получалось прозрачность потому что я думал что шерстинами это можно сделать ну какие-то шерстинами это сделаю они должны быть очень короткие такое увеличение каждый миллиметр придется обрабатывать красиво но сейчас вот где до варсин нужно сделать может быть а может быть вообще совершенно не интересно только звучит красиво на практике все такие стахановские решения они не факт что очень хороши мы сейчас там сделаем каждую линию прорисуем в отдельности из линии составим миллиарда линий одну большую линию которая будет великолепно ну да может быть вот так даже вот почему-то с такими операциями плевыми все равно выглядит вот это лучше чем вот это вот это вот что ну что это такое я как бы так упростил здесь но вообще конечно да можно лучше можно лучше вот так вот если вы следили я там использовал я забыл уже такой же какую-то кисть да аналогично вот этой все равно она оказалась неубедительна вот для волос я кстати использую брестольская тут есть брестол если что да по названию я использую для волос брестол сёкол рэндом и брестол сёкол сперс так-то это кисть она наверное кстати где там она а так я хотел нарисовать я и не рисуя и на какие-нибудь такие веснушки может делать на яблоки может какие-то точечки делать на фруктах пигментные разные пятнышки но а Слишком просто. Прощенка. Вот это, конечно, меня сильно смущает. Давайте сейчас вот этому вот потоку придадим некий смысл. Такое стекание кота — это традиционно для кота, но больно неузнаваемо. Просто произвольных, как всегда, ничего нового. Несколько произвольных шерстин сюда запускаем. Здесь даже, может быть, есть смысл избавить нажим. Вот так там. Раз, раз, раз. Просто чтобы хотя бы это поинтереснее уже выглядело, чтобы мы с вами расставались на... Чуть менее черновом фрагменте. Потому что это же вообще мельчайшие действия. Какие-то ничтожно малые. Сейчас вот уже будем через пять минут все совершать. Видите, что масса шерсти выглядит, как масса какая-то непонятная. Некрасивая достаточно. Вот. Да, тривиально, да, просто. Чего, одной кистью все уделал. Но... Так ведь все и происходит. В обычном случае мы что, извините, берем, может быть, огромное количество материалов разных. Мы выбираем один. И по большей части им и пользуемся. Мне приходилось комбинировать разные материалы, но, в принципе, там, ну, плюс-минус пастель и цветы карандаши, например, можно скомбинировать. Масляную и сухую пастель можно комбинировать с карандашами. Акварелью... Я считаю, что акварелью люди привержены этому материалу. Они прямо с каким-то трепетом особым относятся к нему. И не признают, наоборот, другие акварели, если уж, то все. Давайте. Только ее. Ну вот. Поэтому так и здесь. Берем одну кисть. Кисть, которая рисует шерсть. Да, простецки. Может, не профессионально, не грандиозно звучит. Но выглядит вполне пристойно. Так что вот что-то такое сейчас я сделаю. Просто я понимал, что у меня не сферический кот. Не шаровидный, не эллиптический. Все-таки кот, который состоит из шерсти. Вот это вот... Ну, как вот? Они же жидкость, эти коты. Что вы от них хотите? Что вот это такое? Ну, вот он так же... Вот здесь вот у него шерсть вот так ложится. Когда он лежит, у него вот эта вот основная часть есть. Так, я сейчас стираю, стираю. Ну вот. Есть вот основная часть шерсти. Вот эта, которая здесь ложится. А есть... Та, что на поверхность легла. Вот эта вот она и есть. Вот такая вот. Я, конечно, еще подумаю над этим. Может, я сегодня вечером, завтра утром проснусь и пойму, что это. Негодно, но... Ха. Так вот. Ну, чё? Представляем глаза? Аниме-стайл. Смешной, конечно, получился. Котик пока. Ну вот. Другой пока в проекте. То есть здесь может быть даже, ну... Ну, пока так. Не знаю. Я его могу подключить. Вот он. Смешной тоже достаточно. Вот с линиями он лучше, да? Ладно. Короче говоря, его пока убираем. Ну что же, это было неплохо. Я выбрал не самое лучшее время, наверное, для вас. То есть, видимо, вы посмотрите это в записи, если вообще решите это смотреть. Будем честны. Кот пока что похож по большей части только носиком и мордочкой на кота. Немножко мы ему шерсти дали. Ушки отрисовали. Теперь нужно добавить пуха, чего-то такого вот воздушного, чтобы он не был таким плоским. Сделать нормальные глаза. И тогда все получится. Следите за уведомлениями. И стримчик не заставит себя ждать. Все будет. Все будет. Я напишу. И мы запустим стрим. И продолжим. Я, может быть, немножко лучше просто, чтобы уже нам долго не сидеть. Может быть, рыжего котика подрисую еще, чтобы он уже был больше похож на кота, а не на разметку. Вот и продолжим. Продолжим. Ничего не обещаю, потому что состояние чуть хуже, чем я рассчитывал. В смысле, оно просто не идеальное. Оно просто такое, чуть фиговое. Ну, я... Удачи вам всем, друзья. Здоровья. И всего хорошего. И мы с вами еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok